Здравствуйте, товарищи зрители! Я рад вас приветствовать на моем канале, главном в рубрике «Ответы на вопросы». Для многих рубрика эта стала любимой, потому что я выхожу за рамки просто тем основного канала «Здоровье», но и разбираю здоровье духовное, нравственное, общественное, но и очень важные события, которые происходят, и вообще темы, которые волнуют многих людей, меня в частности, и моих зрителей многих. Так вот, сейчас я, как всегда, зачитаю темы, которые я выписал из ваших писем, и я их буду зачитывать, письма, и раскрывать эти темы, и комментировать, и отвечать, и спорить, и дискутировать. Ну, в общем, будет интересно, уверяю вас. Ну, так вот, давайте начнем, не теряя время, о чем пойдет видео. Вот человек пишет очень важную тему, поднимает важнейшее, решил на первое место поставить, что воздух должен быть не просто чистым в помещении, а содержать отрицательные аэроионы. Это то, о чем давно говорил там профессор Чижевский, люстра Чижевского, помните? Мы поговорим об этой теме, много лет я этот вопрос, ну, лет семь не освещал. Далее я поясню, какие новые липосомальные витамины, минералы будут в ближайшее время. Потом человек поднимает тему, что мне всю жизнь говорили, слетай, отдохни за границу, да, вот мол. Но я не летал и не желаю, хотя средства позволяют, чтобы не поддерживать этих тварей. Ну, вот я зачитываю, как есть, то есть, имеется в виду, не людей простых, конечно, за границей, конечно, нет. Нормальный человек совершенно правильно пишет вот то, о чем я говорил в одном из прошлых выпусков, свои чувства, желания, как я живу в плане, вот так сказать, что я тоже никогда за границей не был. Почему? Разовьем эту тему. Разовьем эту тему. Теперь, вот человек пишет, что будто бы с вами лично разговариваю через ваши вот эти видео, 38 лет. Многие, кстати, пишут 35-38, есть и молодые люди, совсем там 20 лет. Такие люди тоже пишут, то есть разные смотрят люди мои видео. Ну и, конечно, насчет Черниговска. Ведь мы поняли тему насчет того, что она пропагандирует алкоголь в каких-то там лекциях для студентов. Мне об этом писали люди, спаивают, а кто-то в противовес написал, что это не так, мол, все это неправда, она такого не говорила, только где-то в одной лекции. И мне прислали одну лекцию, и в конце я был просто в шоке, что же она там говорила с ведущим этим оригинальным. Это просто кошмар, ну я вот это прям разберу. Далее тема такая. Вот человек, мне 31 год, в своем кругу я одна, женщина, веган, и столкнулась с довольно острым непониманием близких, решение изменить мой образ жизни, что ей стало лучше, она брала из рацион питания то-то-то, вкусовые пристрастия изменились, а родственники, как говорится, начинают вот это вот все под копирку, как у всех говорить, что это вот ты посмотрим, что с тобой будет, ребенку нужен белок, детей что могут, и так далее, и так далее. То есть ничего не зная, но потакая своим желаниям и вере, начинают нести всякую чушь. Почему чушь? Разберем и в этот раз. И вот человек пишет, от этих мер и силы энергии у меня значительно прибавилось. От каких? Посмотрим. Вот другой пишет человек. Как вы мне нравитесь своей откровенностью про тупость людей, про которую все умалчивают, не хотят никого оскорбить, обидеть. Я этого не боюсь, потому что все адекватно надо поступать в жизни, и не перед мерзостью, подлостью, глупостью, так сказать, все, что ведет в деградацию. Нельзя быть безразличным и молчать. Нужно это громко освещать, нужно с этим бороться. А значит, в первую очередь, надо говорить честно, называть все своими именами. Вот и все. Вот про анемию и железу, что пишет человек с самого детства. Никто с этим никогда ничего не делал. Наше поколение гораздо слабее предыдущего. Откуда силы возьмутся, и мы про это тоже поговорим. Далее такое письмо. Нормальных людей мало. Найти пару сейчас, вот, среди тех, кто не пьет, не курит, так сказать, как минимум. Это очень сложно. А вот другое письмо, про что одни фрукты, ягоды в больших количествах же тоже сахар. Ну и что вы думаете по поводу того, что Берг говорит, что мясо надо, травяного откорма. Ну, в общем, ладно. Теперь. А вот если персональный генератор водорода пишут, сохранится долго без воды, мембрана высыхает, это беда, проблема, испортила прибор. Я поясню это. Так, а вот пишет человек, орехи смешивать с сахарами можно ли? Потом про эко-поселение кое-что. Далее, а можно ли грибы принимать тем людям, кто проходит курс фунготерапии, то есть лечение грибными препаратами? Можно ли какие-то грибы? Хотя я тысячу раз это объясняю, но поясню. А вот письмо длинное, но очень важное, где человек пишет, у меня тоже в жизни есть эта большая тема, беда. Это убеждение родственников, поменяв питание, поняв, что в корне было неправильно, из-за чего в жизни накопилась куча болезней, от которых я, благодаря вашим советам, потихоньку избавляюсь. И вот, а что же родственники? У человека стало лучше все в жизни, ну, а родственники ждут, когда начнется организм сыпаться. Вот такие добрые, хорошие родственники. Благодаря вам я похудела на 17 килограмм. Как? Очень доступно объясняете. Но когда начинаете предлагать свою продукцию, и тут, как у некоторых людей, вот у этого, все становится аж тяжко. Не могут они допустить, чтобы я что-то рекомендовал и что-то, тем более, продавал. Это просто как красная тряпка для быка. Так, теперь письмо. Там и про Германа Стерлигова кое-что. И душу воротят, когда русские девки и парни плодят кого угодно. Китайцы, корейцы, негров, азиатов, только не русских. Просмешанные браки, вот, крик души у человека. Потом, другая тема у нее, что молодежь, которая решительно замещает родные слова иностранными, агрессивно навязанным сленгом повсеместно, будто их воротят от родной нашей исконной речи. А не видишь ли, неуютно чувствуют себя немодно. Про эту мерзкую тенденцию, это уничтожение культуры и страны мы поговорим. Это очень важная тема. Вот тоже письмо, что мужу 50, мне 44, никогда не были за границей и не собираемся Россию, дай бог, познать. То, о чем я говорил тоже, так сказать, ранее. Ну и вот сам когда-то человек работал в НИИ, писал кандидатскую по витаминам. И вот тут очень интересную тоже тему по витаминам поднимает этот человек. Ну и про зависимость от кофе, чем завершим это видео, эти разборы. Ну поехали, с самого начала. Итак, воздух должен содержать отрицательные аэроионы в определенных количествах. А без них это как еда без витаминов, непригоден. А электроприборы, все вокруг нас, выделяют положительные аэроионы. А в городах количество отрицательных аэроионов понижено, что очень вредно. Да, абсолютно верно. Значит, Чижевский не только он занимался этими вопросами. Отрицательные аэроионы, понимаете ли, как установили. Сейчас я по памяти не помню, специально данные не поднимал. Это не так важно. У меня было видео, где я назвал фамилии ученых. Давно это видео было, много лет назад. Которые доказали русские ученые, академики, кстати, да. Они доказали, что, например, эритроциты нашей крови питаются энергией процентов на 70 или даже более заряжаются за счет переноса свободных электронов. Как раз это и есть те самые отрицательные аэроионы. И эта тема очень важная. Именно поэтому очень люди заряжаются, что называется, энергией, освежаются не только от брызгов воды, а именно благодаря отрицательным аэроионам у водопадов, быстро текущих рек. И это для здоровья предельно важно. А в городах огромная проблема с этим в том числе. Вот в этом тоже проблема. В городах и других проблем много. Как в неестественной среде для жизни человека. Как существа живого, которое должно жить в среде окружающей, природной. Но что делать? Конечно, можно в городе тоже улучшить жизнь в этом смысле. И были когда-то раньше, мы даже продавали такие аэроионизаторы. Но сейчас, значит, год назад, скажем так, я познакомился с человеком, который работает с, ну как бы это сказать, системами воздухоочистки и вот эти канальные вентиляторы, так сказать, и системы кондиционирования централизованные на предприятиях крупных там. Вот, и он работает с итальянской одной фирмой. Эту тему по аэроионам, значит, они лет 50 как развивали, скажем так, то есть тем начинания Чижевского. И они добились очень многого. И вот совместно они смогли произвести прибор, который делает, ну, скажем, несколько функций, совмещает в себе в одном. В том числе воздух обогащает вот этими аэроионами. Более того, удаляет из воздуха золотистый стафилококк, другие инфекции, благодаря которым, например, только он лично, это хозяин компании, и он об этом расскажет в видео, я его очень прошу уже, которую там месяц, не то что неделю хотел сказать, месяцев много. Он все-таки, ну, сделает это видео, расскажет об этом. Так вот, он излечился от страшного гайморита, причиной которым был как раз золотистый стафилококк. В общем, эти приборы будут продаваться, они их уже произвели. Партия эта готова, но только видео нужно объяснить людям. Ну, и я жду вот записи этого видео, а потом это будет. Это будет, об этом будет отдельное видео, ждите, пока я просто обозначил тему. Теперь далее. В этой связи, я хочу сказать, потому что все время забываю, люди, многие у нас приобретают липосомальные различные витамины и минералы. Кратко скажу, напомню, липосома это такая оболочка из фосфолипидов, которая внутри скрывает витамин, минерал. Попадая в ЖКТ, ЖКТ не разрушает, как в основном, часть процентов до 30-40 и более витаминов, минералов. Желудочно-кишечный тракт частично разрушает, понимаете ли, витамины, например. Но если он в липосоме, то вообще не разрушает. Но дойдя до каждой клетки, липосома раскрывается, витамин и минерал отдается для нужд клетки. А сама липосома, фосфолипидная оболочка, идет на построение клеточных мембран. Это самая лучшая, логичная, ну и полезная форма донесения витамина и минералов. Так вот, скоро будут витаминный комплекс, где В12 плюс В9 такой комплекс. Это очень хорошая комбинация, вот ждите, будет. Потом, наконец-то будет йод. Вот отдельно йод, который добыт, это не синтетический какой-то, он из ламинарии, японики добыт. Минерал, йод. В липосомальной форме, которая не окисляется, которая как раз, а для йода это номер один важность, дойдет и усвоится в каждой клетке нашего организма. Потому что йод, например, йодизированная соль, ты слышали про такое? Это ложь и обман, подлый, за который судить надо. Йод моментально улетучивается, нет никакой вообще йодизированные продукты, это блеф и обман. И в разработке БТАИН гидрохлорид. Йод к концу марта примерно должен быть. В12 в начале марта. Так, идем далее. Здравствуйте, Юрий Андреевич, поддерживаю вас в вашем святом деле, смотрю ваши видео давно. Это помогло мне изменить отношение к питанию и в соответствии с вашими рекомендациями, и стараюсь бесструктурно влиять на окружение, чтобы помогать им выздоравливать от навязанного нам ублюдочного потребления, чего попало. Я сам из Читы, мне 35 лет, и у меня, как у вас душа болит за весь этот беспредел, который творят эти предатели и мрази, которые пытаются всеми способами уничтожить наш народ. Кстати, вот, честно вам скажу, мне всю жизнь говорили, слетай, дохни за границей, а я не летал и не желаю. Хотя средства позволяют, чтобы не поддерживать этих тварей, в то время как их элиты против нас воюют, как минимум информационной или геноцидной, ну и генетической в том числе. Да и о каких постоянных разъездах по отдыху может идти речь, когда наш народ в огне? Правда, большинство это не видит. Наши так называемые соотечественники, а по факту враги народа, ну те, кто смотался, да, разъезжают по дорогим курортам и так далее, вместо того, чтобы образовываться, ну, например, концепция общественной безопасности, жить по совести, поддерживать свой народ и нашего президента, которому тяжело без большой поддержки народа чистить этот ублюдочный ельцинский управленческий корпус. Я здесь поясню, что имеет в виду человек. Значит, многие нападают на президента нашего и зачастую вроде бы правильно говорят про те недостатки, проблемы в стране, внутри страны, что вот это как понять, это как понять, и приводят примеры, их много. И, в принципе, люди правы, но не понимают многие того, что, если бы, понимаете, была безграничная власть, что называется, и вот тогда только от воли человека, и значит, воли у него нет, и значит, это он целенаправленно действует, или там говорят, это сговор, все одним, так сказать, миром мазано, из одного центра управляется, наши президенты и прочие правительства тоже марионетки. И, понимаете ли, в чем дело? Теоретически такое, конечно, может быть, но дело, скорее всего, не в этом, а дело в том, что есть, как и всегда во все времена были, в той или иной степени при Сталине практически до нуля это свелось, но практически поэтому и развилось обратно. Не успел Сталин, лет 10 не хватило, чтобы уничтожить полностью пятую колонну и тех вырожденцев-дегенераторов, которые очень умело маскировались. Так вот сейчас, как вы думаете, за годы, когда развалили СССР, к власти пришли те подонки, слуги Запада, которые начали наш народ, нашу страну растаскивать, уничтожать, растлевать, как думаете, они остались где-то во власти? Во власти денежной, финансовой и управленческой, конечно, остались, их очень много. И потому, скорее всего, проблема именно в этом. Вот что имеет в виду человек. Вы, Юрий Андреевич, создаете очаги света, нравственности, оздоровления своими в виде сельским хозяйством, землями, постройками, ну и то, что музеи и другие мои проекты, да. Вы и мы ведем внутреннюю войну против этих наших врагов, народа и прочей нечисти. Я также, как и вы, рад, что в нашей великой стране возникли и успешно развиваются здоровые движения наших братьев и сестер. Русская община и северный человек. Дорогие друзья, значит, вот канал в телеграме Многонационал, если обращаетесь в какие-то, видите, несправедливости, и его смотрят люди Бастрыкина, главы Следственного комитета, и моментально возбуждают уголовные дела, когда это, так сказать, касается какой-то этнической, допустим, преступной группировки преступности, это просто вот с мертвой точки прям сдвинулось, не верится, но факт, это есть. И вот действительно, русская община есть такая вот организация, северный человек, это ребята, которым не безразлично, что русский народ вымирает. Они объединяют самые лучшие, светлые, сильные стороны и людей, которые просто помогают обществу существовать и делают все, чтобы русский простой человек чувствовал в своей стране себя, как говорится, хозяином. Далее, ведь мира, кровавость о текущих и грядущих событиях зависит от понимания каждого из нас того, что на самом деле происходит в мире, и от того, насколько мы живем по воле подчиненной диктатуре совести. Ведь именно нашей стране суждено навести порядок в мире, так что выбрасывайте, он призывает людей, алкоголь, табак, вредную еду, и вперед за учебу, ради спасения будущего всей планеты. Юрий Андреевич сделал достаточно видео, чтобы сделать нас здоровыми. Благодарю вас и хочу добавить здесь вот что. Для тех, кто будет злиться от того, что именно русскому народу суждено спасение мира, начиная от Герда Кейси, там Ванги и древних более предсказателей, все говорили об одном и том же. Как бы кому-то это не нравилось, это истина, которая не изменится, так сказать, от ваших, моих, наших, любых мыслей против, если бы они были даже, и у кого они есть. Так вот, например, Сепп Хольстер, очень уважаемый человек, светлый и чистый, и, конечно, так сказать, вот человек, который известен всему миру экологическим земледелием, так называемый пермакультурой, термин, который он ввел, можно сказать, широкие массы. И вот индейцы Северной Америки, когда он был там, сказали ему, вожди и те, кто хранит знания древние, скажем так, да, видят, чувствуют. И они ему четко сказали. И он мне, нам это говорил, я его тоже знаю, он приезжал в Тверскую область, когда у меня там еще было хозяйство, но неважно. В общем, он сказал, что мне сказали эти люди, что хранение мира, вот чистоты и будущего человечества в России, и помогай в России в том числе, неси свое слово по развитию вот этого природного, естественного земледелия, да. Ну вот, он поэтому и стал в те времена, еще до всех этих событий, до 19-го года, по крайней мере, ездить, и в Россию в том числе и был не раз здесь. Вот то, что он сказал, то, что я лично от него слышал. И это просто пример, который, что называется, я свидетель чего лично. Ну а помимо этого, то, что все могут из вас и не раз слышать, да, и слышали тоже факты. Так, ну, идем далее. Следующее письмо. Благодарен за видео, Юрий Андреевич. Поддерживаю каждое ваше слово. Будто бы самим с собой разговариваю, мне 38 лет, не пью никую, занимаюсь спортом, читаю книги, люблю природу и стараюсь понимать людей. Тема о Сталине и тех временах, и фильмах, и музыке, и искусстве, тоже крик души. Благодарен за то, что вы делаете. Да, многие люди еще находятся под властью всякой погони и нечисти, типа Резунов, это кто украл великое имя Суворова, называл себя таковым предатель, который в Англию сбежал и начал гнобить нашу страну и ложь всякую распространять. Ну или такую сволочь, как Солженицын, так сказать, жить не по лжи, ну-ну, а сам-то жил с детства по лжи и по подлости. И вообще есть очень интересная книга про Солженицына. Я уже говорил в некоторых своих видео, я скоро ее представлю, может быть, о ней даже сделаю один фильм, видео, разберу это все дело. В общем, эти люди и, так сказать, и же с ними лили грязь, ложь десятилетиями на Сталина, чтобы не пришло другое то, не вернулось время, когда тем паразитам, которые растлевали и жили и всегда, и хотят жить на теле народа, ничего не делая, не производя продукта, только разрушая и на этом питаясь, вот как настоящие паразиты. Вот они боятся, что придет такое время, когда они не смогут это делать, им придется либо где-то жить в другом месте, либо трудиться. Так, ну а теперь вот Черниговская. И мне написал кто-то, ну, я сейчас не помню куда, неважно, в общем, что есть такое видео, называется Апокалипсис сегодня, это некий канал какого-то Альба-Савуа. Вот нафига так себя называть, я просто в шоке, ну да ладно. Значит, и в самом конце видео, я не буду его приводить сейчас кадры, потому что уже один раз привел, поставил мой сотрудник съемочку, где Фокусима там, про Японию было, про вот слив радиоактивных отходов в видео. И что бы вы думали, это мразь, автор, который снимал с квадрокоптера в Японии, русский эмигрант такой, значит, он из-за того, что мы поставили несколько секунд кадры, просто вот съемок с высоты, подал заявку в YouTube, мой ролик сразу удалили, а мне бан на сколько-то, и предупреждение. То есть, понимаете, поэтому я, ссылки уже мы ставить не будем, ну, имейте в виду, вот есть такие люди, кто знает, на кого нарвешься. Так вот, суть вот в чем. В самом конце, 1 час 34 минуты с 30 секунды тайм-кода там есть, есть такой тайм-код «Водка. Оптимистичный напиток». Но еще до этого, минуты за 3, там тоже есть такой некая тема, где они начинают в конце видео про алкоголь говорить. Ну, вот, например, вот про что. Дама эта, Черниговская, говорит, а в сумочке у меня всегда с собой, ну, по крайней мере, где-то, например, приводила там 2 исполненные пол-литры, то есть, вот, так сказать, она ходит со своими какими-то настойками, хреновуха, еще что-то там такое. И этот автор, Альба, который, не пойми кто, сказал такую вещь, причем, знаете, с таким достоинством, что это чуть ли не, вот, так сказать, вот какая мудрость с годами приходит. Знаете, что сказано? Что чем старше я становлюсь, тем мне сложнее обедать без рюмки. Ну, так потому что ты алкашом конченым стал. Потому что ты наркотик стал принимать, а наркотик свое дело сделал. ГОСТ 72-го года этиловый спирт или, по-другому, винный или этанол, это сильно действующий наркотик со всеми вытекающими последствиями. Ну, дальше они про водочку там любимую. Дальше ее понесло, как там во Франции смаковать стало, выращивается и, так сказать, какую-то водку там перегон во Франции через там какие-то там ткани натуральные, еще какую-то романтику приплели. В общем, алкоголики, которые пропагандируют это, которые своими речами растлевают, испаивают тысячи молодых людей. Поэтому правильно человек написал. Вероятно, он знает еще что-то. Тот, кто написал, с чего началось про Черниговскую, я и не знал, кто это такая, что она спаивает студентов лекции, читает и пропагандирует. Теперь вижу, каким образом пропагандирует алкоголь. Там и другое было. Можете посмотреть, начиная где-то с одного часа, 31-й где-то там минуты. И вот поэтому неправы те, которые начинают ее защищать, всего лишь по той причине, что им очень понравились какие-то другие ее речи, высказывания, что она, там, ее лекции для интеллектуалов, это прекрасно. Но она враг народа, потому что она, даже если она этого не понимает и делает это по глупости своей, потому что она пропагандирует алкоголь, спаивает, а значит уничтожает население, генетику и будущее нашей страны. Это очевидно. А кто не понимает, что алкоголь это генное оружие, тот дурак. Но если народ весь не понимает, что алкоголь это генное оружие, то этот народ обречен на вымирание, что и происходит в наших, по крайней мере, исконно русских областях. И если вы глазища откроете свои, то все, практически на 99% по причине алкоголя. Без исключения. Могилы вон все 20-30-летние, это в основном те, кто вот друг друга убил, в машине разбился и так далее, по причине, что налакался. А меры у наркотика не бывает. Это для дебилов разговор и идиоты, которые только про меру говорят. Тогда давайте про меру героина говорить. Дураки. Нет, у наркотика меры и у алкоголя тоже. Миллионы алкашей стали потому алкашали, что когда-то начали употреблять алкоголь, а дальше он завершил свое дело. У кого-то раньше, у кого-то позже. И вот, пожалуйста, не может уже обедать без рюмки. И этот дурак не понимает, да, что он конченным алкашом стал. Да. Далее письмо. Большая благодарность вам, Юрий Андреевич, за все это огромное количество полезных знаний, которыми вы делитесь. А также мотивируете. Мне 31 год. В своем кругу я одна вегана столкнулась с довольно сильным, острым непониманием близких моего решения поменять образ питания и образ жизни. Я не пью алкоголь чуть менее года. Без мяса, рыбы полгода, веган месяц пока только. Алкоголь и мясо, рыбу я всегда мало употребляла. Вот сыр, сливки, кофе любила всю жизнь. Когда, благодаря вашему видео, я осознала, что у меня проблемы с кожей всю жизнь, вероятно, из-за молочки, 100% из-за сыра, тем более, ну, из-за молочки, да, то тут же убрала ее из своего рациона вместе с кофе. А кофе со сливками пила раза три в день стабильно несколько лет. Лишь изредка делала детокс от кофе на две недели или месяца. Мне кажется, что именно убрав молочку, моя кожа тут же стала улучшаться. С момента, как убрала из рациона мясо и рыбу, хотя, повторюсь, я их мало ел и не часто ранее, мои вкусовые рецепторы очень поменялись. Это еще одна мораль, о чем я всегда говорю, что люди, которые не представляют жизнь свою без чего-то любимого ныне, и просто являются наркоманами пищевыми, ну, например, мясными, потому что там вообще морфина в мозгу образуется, когда человек мясо ест, то есть морфиноподобные вещества, и это наркотик тоже, и сахар, сладкое, безусловно, наркотик. Это людей цепляет, меняет их психологию, меняет даже умных людей, вот то, как у той же Черниговской, вообще глубину и меру понимания, и, так сказать, может быть, человек и умным распространяться правильно на многих вещах и аспектах жизни, а тут как клин, вбили, и человек невменяем. Ну, так вот, и у людей вкусы меняются. В это мало кто верит, потому что живут сегодняшним днем. Итак, рафинированные сладости мне не то, что нравятся, но и даже не может съесть. Природная пища стала вкуснее прежнего. Еще одна мораль. Натуральная та еда, ну, те же овощи, фрукты, салаты, условно говоря, они у людей не вызывают такие эмоции и вкуса, как у тех, кто перешел на веганское питание, а тем более веганское сыроедение, и потом только люди, когда очистились от всего того, и тех зависимости убрали их, которых годами, вот так вот, как рак, как говорится, держал клешнями, что называется, за горло, то люди начинают впервые в жизни чувствовать совершенно иные вкусы, вкусы, ароматы, как никогда ранее. Так последний месяц смотрю ваши видео каждый день и внедряю в жизнь полезные привычки. От вредных привычек отказываюсь довольно легко. Это хорошо, не у всех так происходит. Ну, потому что осознание есть. Все идет от, еще одна мораль, от осознания. Когда человек поймет, что места в жизни, для нормальной жизни, этой гадости, той или иной нет, этого просто нет для него в природе, то ему легче гораздо отказаться, и далее дело как по маслу. Как только понимаю, чем это чревато, и что для меня лучше, вот, с точки зрения разума, здравого смысла. Дочку перестроить чуть сложнее, но работаю над этим. Так же, как и автор вопроса про отучение ребенка от сладкого, был такой вопрос, я разбирал его. Я допустила появление привычки у своей дочери, сейчас ей 6 лет, ну, естественно, когда начинают бабушки, родители подсовывать что-то вкусное, сладкое, вредное, ну, для ребенка уже тогда, поскольку сахар это наркотик, и концентрат, то есть сахар, рафинад, и все, что садь, пирожные, печенье, это более сильные в плане вкуса и зацепки вкуса, ощущения, зависимости, и тогда ребенок уже даже фрукты будет выберет между каким-то фруктом и конфетой, конечно, конфету, потому что она слаще. И вот привычка вот эта, жевать что-то параллельно с мультиком, книжкой или чем-то еще, да, привычка вредная. Так как сама я это делала раньше, ну, конечно, сам родитель делает, живет так, а дети копируют, они так же и растают, то же самое, привычки те же входят. Но верю, что получится постепенно донести до дочки правила здорового питания. Вы знаете, есть старые советские, сталинские, конечно же, еще мультфильмы, например, которые дети могут смотреть, а там добру разуму учат, и порядку, и, так сказать, понимаете, начиная от Мой Дадыра, того же, да, вот, например, естественно, мультфильм такой был, и многие другие, которые учат, так сказать, вот распорядку дня, привычкам полезным. То есть, смотрите эти мультфильмы, как когда-то какой-то папа, этот, значит, католический, как его там священник, который папа, не помню, Иоанн Павел II, может, говорил, что если хотите, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми, ставьте их советские, старые, сталинские мультфильмы. Вот так вот. Тем более, что пример у нее сейчас есть. А с родственниками еще затор. Так как они все кричат, ребенку нужен белок, что ты вытворяешь? Мясо нужно есть обязательно. А если бы это было обязательно надо есть, то есть, соответственно, было бы нашему виду млекопитающего животного, вот как виду соответствия пищевой, то тогда у нас были бы клыки, а не клычонки. То есть, вот такие вот клыки, больше, чем у приматов. Ну, как у саблезубых тигров, или хотя бы как у кошек и собак. Мы бы нападали, дети, прям уже инстинктивно, не играли бы с маленькими животными, а нападали бы и грызли их. Вы вот просто, знаете, в плену, как вот правильно, только относительно алкоголя, была великая книга Федора Григорьевича Углова, академика, да, о медицинской академии наук. Так вот, он написал книгу в плену иллюзии. И вот в плену иллюзии по многим вопросам люди живут. Да, к сожалению, это так. То есть, вот то, что есть какой-то каннибализм и сатанизм, пожирание трупов животных, у людей на этот счет такая религиозная вера. Еще некоторые идиоты говорят про веганов, что они сектанты. Так это вы, мясоеды, сектанты. Вы пожираете трупы животных, считаете это нормальным. Значит, учите, что те, кто говорит, показывает вам, что это ненормально, что это они ненормальные. То есть, перекладываете, ну, как водится для сектантов, кстати, с больной головы на здоровую. Полное непонимание, что, зачем и почему. То есть, отсутствие знаний, но страшная, бездоказательная именно вера. Вот вера в то, что это надо, в правоту, без единого факта, доказательства. Значит, опять я вынужден сказать, смотрите мои видео, ссылки я оставлю под этим видео. Вот все, о чем я говорю, по одной единой ссылке, которую вы увидите под этим, как, впрочем, под всеми моими видео, переходите на сайт, где прям автоматически нажимаете на эту ссылочку, перешли на страничку на сайте youfrolo.blog, и там пошагово все видео, нажимаете их, смотрите, какие интересные. Ну, я вам скажу, то есть, мясо надо есть, видео в кавычках, мясо надо есть, потом клыки, ну, и, соответственно, достаточно, хотя морально-нравственный аспект, если брать, то посмотрите мои два видео из серии «Мясо и дети». Посмотрите и их. Итак, с биологической точки зрения, логическое вымышление, структурного анализа, ну, и с точки зрения совести и нравственности. Посмотрите. Все они очень умные, эти родственники. Донести что-либо бесполезно, поэтому работаю над сознанием своего ребенка, чтобы она уже могла в гостях иметь свою голову на плечах и понимать, что ей есть, а что ей не есть. Семи руками поддерживаю идею создания площадки для общения с единомышленниками. Работаем над этим. Очень мне этого не хватает. Многим людям не хватает общения со своим кругом, людей с теми, кто их понимает. И поэтому, говоря о сайте вот для знакомств, для создания будущих семей, где люди, молодые в том числе люди, нормальные люди, с мышлением, вот, человеческим, с человеческим строем типа психики, могут найти себе, так сказать, и пару, и просто пообщаться интересных людей. Вот мы будем делать такой форум-чат, может быть, в моей группе ВКонтактах. Человек сейчас один этим занимается. Сейчас прохожу вместе с дочкой антипаразитарную программу, которую у вас приобрела. Есть такая, правильно. Вместе со спирулиной, хлореллой, фульватом, ну, фульвовой кислотовой, посмотрите, что это такое. Посмотрите видео мое про фульвовые кислоты, да, и витамином Д3, липосомальным. Уже запланировала новый заказ. Лишнего веса у меня нет, но всегда был тот самый низ животика. Ну, то есть, когда только я перешла на интервальное голодание, то есть, питание, вот, 8-16, то он тут же ушел. А значит, вместе с ним, что ушла? Инсулино-резистентность, метаболический синдром, ожирение внутренних органов или висцеральный жир уменьшился, по-другому можно сказать. И это что, хорошо или плохо? Это очень хорошо. Вот, собственно, и все, как говорится. Питаюсь полноценно, благодарю вас за ваш труд. Да, и я вас благодарю за это письмо, что главное из этого можно вынести. Ну, много чего, но одно скажу, акцентирую, что системный комплексный подход в питании даст тот желаемый результат и предотвратит те ошибки, которые люди часто, веганы, сыроиды допускают, а потом винят в своих неудачах и проблемах. Именно питание, как тип питания веганской сыроеднии. А это в корень неверно, потому что люди совершают ошибки, получают дефициты тех или иных питательных веществ. Ну и в чем виновата система питания, природная, та единая, я имею в виду, сыроедния, которая просто в природе только и существует. Только живая клетка может передать другой живой клетке в полном объеме строительный материал, энергию, жизненные силы. Это прописные истины, это законы природы, мироздания, если хотите. Все остальное, это компромиссы, либо, так сказать, вот вера, которая к знаниям истине, ничего не имеет общего с ней, с истиной, вот эти вот верования. Следующее письмо. Спасибо за ценные объяснения. Благодаря вашим видео я стала есть гораздо больше свежего и меньше вареного. Перестала есть супы. А еще сократила количество приемов пищи. Очень ценная лекция по интервальному голоданию. Это моя. Ссылочку оставлю на эту лекцию. Добавила в рацион спирулину и хлореллу, био, вот эти. Убрала лектины, но лектины это такие высокомолекулярные белки растительного происхождения, которые вызывают тоже воспаление другого рода, тоже как вот высокомолекулярные белки животного происхождения. Это посленовые, это злаки, и это в основном бобовые, не все, скажем, но больше из них часть. Убрала глютен, но глютен это часть лектинов, поэтому тут корректно было написать лектины, в том числе глютен. Молочные и сахар. И уже, а кто-то скажет, так что же она ест? Я знаю такое, вы хотите сказать такое, спросить? Посмотрите мое видео, которое называется «А что же тогда есть?» И вы удивитесь, что тысячи видов продуктов есть можно. Просто вы ели вот такую скудную пищу. Всего лишь там 5-6-7-10 вариантов продукта, а комбинаций их-то много, это понятно. Поэтому вам кажется, что вы ели много чего. И уже только от этих мер силы энергии заметно прибавилось. А если бы это было неправильным, неправды, убавилось бы, но нет. А еще заметила, как дает энергию земля. Очень верно вы говорите, что жить надо на земле. У меня есть такой канал «Жизнь на земле», YouTube-канал другой. Работаю в коттедже на первом этаже в основном, живу в панельном доме, на работу хожу пешком через лес около 30 минут. И вот заметила, что в рабочие дни энергия есть, а выходные дома с ней проблемы. Юрий Андреевич, следующее письмо. «Как вы нравитесь своей откровенностью про тупость людей, так по-другому и быть не может». Далее непонятно написано, там, видимо, буквы изменены, случайно или не знающим, человеко, которое ест ховно, пьет ховно, ну, видимо, там человек понятно, что хотел сказать. Думать и анализировать не умеет. У них мозги, ну да, этим самым делом отравлены. Но за то, как они раздуваются, важно в своих глупых заявлениях, ну да, ну да, то есть ладно бы глупость несли, где-нибудь там про себя, а где-то знакомым что-то говорили, а то ведь на весь мир несут свою чушь. Ну, это как профессор Преображенский говорил про глупость вселенского масштаба, которую несут с полной уверенностью в своей правоте. Следующее письмо. «У меня сосед умер через пару недель после этой прививки». Ну, вы поняли, какое, которое было с 19 до 21 года кололи многим, чуть не насильно. Остановка сердца. 25 лет парню, ничем не болел, был здоров, как бык. Я знаю случай, вот рекорд такой, когда мне один временный там сотрудник, скажем так, рассказывал, когда он двух людей знал в одной семье, которые умерли тоже вот после этого дела. Вот так. Далее. Благодарю, Юрий Андреевич, вас и Ксению Владимировну. Это про железо, про ферритин, трансферин. Это уникальное видео, но вот есть у меня двухчасовое, где мы первую и вторую части вместе свели, чтобы полностью закрыть всю тему о проблемах с железом, эритроцитами, гемоглобином, ферритином, трансферином и всеми причинами, связанными с проблемами вообще с железообменом в организме. Так вот, за такую, благодарю полную и понятную лекцию об анемии и железе. У меня анемии с самого детства, но, к сожалению, никто и никогда с этим ничего так и не делал. А я, прожив с ней 30 лет примерно, все удивляюсь, а почему у меня нет сил работать, что-то делать? И сколько таких людей железодефицитные анемии? Надо пересматривать нормы трудового кодекса. Ну, надо, это только при коммунизме можно пересмотреть, а, да, это верно, но только при коммунизме. При капитализме это, конечно, глупость и абсурд, но в смысле, что не будут пересматривать кардинально, это точно. А что касается, вот, действительно, главный, одной из главных причин упадка сил, и так, это проблема с железом. И это большая проблема. Решить ее можно легко. Посмотрите это видео. Есть простой природный препарат пихтель, значит, вот, ну, в общем, вот он решает эти проблемы, но, конечно, проблемы могут быть с паразитами, проблемы могут быть другие причины. Первая причина, их же тоже надо устранять, а не просто восполнять железо в организме. Ну, вот это важно. То есть, комплексный подход, опять, про что я всегда говорю. Видео посмотрите, вопросов не будет. Так, наше поколение гораздо слабее предыдущего, а более молодое вообще на чипсах, газировке, гаджетах растет. То есть, на просто синтетической еде и жизни. И, естественно, они болеют уже чаще. Болезни серьезные начинаются с молоду, то есть, чего не было ранее. И эта тенденция пока только по нарастающей идет, потому что мир сходит с ума, и мир вокруг нас, техногенный, который человек сам создал, губит и природу, и самого человека. Как они будут на жизнь себе зарабатывать? Вопрос. Откуда силы возьмутся? Вы знаете, это очень большой вопрос, важный, и тема поднята, глобальная. Вот, действительно, это просто вы, наверное, сами видите вокруг себя, что нынешние поколения более слабые, здоровьем, эмоционально. Они не могут так работать. Я уж не говорю, как посмотришь, так сказать, вот старые хроники документальные или фильмы, как трудились люди, наши, что называется, там, бабушки, прабабушки и так далее. Я не говорю, там, ну, еще вот в 30-е, 40-50-е годы, как страну не раз восстанавливали. И посмотреть, смогли бы сейчас молодые вот так и так работать и быстро, энергично, там, как роботы, что называется, но с радостью, видя результаты своего труда, потому что ничего нет прекраснее видеть вот прижизненно, буквально через год-два, пять, а не когда-то там, а вот выросшие города, заводы, сказать, что ты своими руками, ты участвуешь в этом творческом, созидательном процессе, ты человек-творец, это счастье. Вот это не только современные дети не могут понять, даже уяснить, хотя можно привить это постараться, смотреть те самые фильмы с тридцатых, там, до пятидесятых годов. И, конечно, мы видим очевидные вещи, что здоровье, это даже у тех, кому сорок-пятьдесят лет, не то, что у тех, у бабуш, он есть, которые пашут бабушки в огороде, там, восемьдесят, девяносто лет, что вы молодые, так сказать, даже и вы части не сделаете десятый, что делают эти бабушки, приученные с детства к труду, имеющие, что называется, совершенно другую генетику. И сгаживаем мы генетику и себе, и своим, тем более детям, и воспитываем действительно аморфных существ. Это страшное дело, ведь это действительно беда. Это она характерна для практически всех стран, так сказать, так называемых развитых, экономически, в той или иной степени. И это ужасно. То есть, для Европы, Америки, и, к сожалению, для нашей страны тоже это уже характерно. Поэтому и нужны суперкомбайны, супераппараты автоматизированные, роботизированные, которые там один человек может там на суперкомбайне там тысячи гектар обработать и снять там тысячи тонн урожая продукта, потому что уже нет ручного труда. Ну а в результате этого нет экологически чистых продуктов. Я так уже чуть-чуть коснулся вот бочком, что называется, этой очень глубокой темы. Далее. Нормальных людей мало, найти пару очень трудно. И кто занят делом, очень непросто найти человека для жизни на всю жизнь. Стоит на вашей платформе переписываться молодым людям. Идея супер. Здравия пусть будет так. Ну вот будем делать. Следующее письмо. Я еще не смотрел толком видео, но думаю, что ошибка сама по себе в их диете. Если кушать одни фрукты, ягоды в больших количествах, чтобы набрать калории, это лишний будет скачок сахара в крови. Ну правильно. И вся польза улетучится. Ну от сыроедного, от веганского сыроедения, от фрукторианства. Конечно, да. А про мясо там другая ситуация. Доктор Берг же на кето-диете и кушает мясо травяного откорма. Скажите, что вы думаете об этом? Или мясо травяного откорма исключение для вас? Какое исключение? Не исключение. Я не ем никакое мясо. Я не убиваю никаких и не участвую в этом животных по многим причинам. поэтическим в том числе. Что касается почему у доктора Берга получается и его диета, скажем так, работает и люди лечатся, ничего удивительного нет. Я не буду вам сейчас отдельно это рассказывать, потому что я уже подробнейшим образом это пояснил на примере вообще любой, как понимаете, этих кето-диет мясных. Корниор-палео и рядом с ними. ГАПС, вот эта новомодная, вот этой дамочке Натальи Наилиевной, по-моему, если я не ошибаюсь. Кэмпбелл Макбрайт, аж такой симбиоз татарки русской как бы и уже теперь англичанки новоделанной, что называется, вышла замуж за англичанина. И вот она вещает и с умным видом, типа новую диету типа придумала, хотя это все то же самое отголоски одного и того же, что и Берка и прочее. И я там очень подробно разбирал ее двухчасовую лекцию, где, сказать, разобрал досконально и почему получается, и почему будут проблемы просто очень серьезные осроченные по времени, так сказать, и что удивительного, здесь нет ничего. Вот поэтому посмотрите то видео, вы будете все знать на эту тему, потому что, что касается, Берг молодец только в том, что при своей вот этой оригинальной кето-мясной диете он все-таки, в отличие от многих других, кто поступает гораздо глупее, вот Берг ест много-много-много зелени, то есть, какие-то овощи, много, ну, авокадо там, как фрукт, скажем, но состоящий только из жиров, без сахаров, да, и много-много зелени, и вот в этом самое главное преимущество, а мясо это не наша пища, вы какое мясо, трупы животных, вы что, хищник, у вас что, так сказать, ноздри по ветру стоят, клыки, когти, которыми вы можете шкуру подрать, ну послушайте, ну хватит, ну нет, понимаете, мы биологическое существо, понимаете, биологическое, у всех биологических живых существ есть характерные черты, как внешние, морфологические, так и анатомические, биохимические, которые говорят о типе их питания, как у кошки, собаки, вы понимаете, да, о чем я, у нас же все признаки, критерии говорят о том, что мы никакие не всеядные, это все глупость, вот такой, знаете, компромисс, чтобы оправдать, ну, как эволюционный, нашли один отпечаток нескольких, так скажем, ящериц, сказали, что это, так сказать, вот какой-нибудь археоптерикс или там переходящее звено, ну, я сейчас утрированно и условно, а вот то же самое здесь, притянули за уши, так вот мы плодоядные существа, но, однако, почему в наши дни мы не можем питаться только плодами, вот об этом у меня было отдельное видео, и вы все поймете, оставим ссылку на эти видео, разборы, под этим видео тоже, в этом списке, о котором я говорил, добрый вечер, у меня вопрос по генератору водорода, ну, вот, например, этому, если он хранится долго без воды, его можно использовать? Можно, лучше всегда с водой немножко, дистиллированную воду залили, крышечку закрыли, пусть стоит у вас на полочке в темноте, не на свету, но, коли уж так, коли вы высох, прибор у вас, вы без воды его держали, потому что, то тогда, тогда откройте прибор, налейте воды, пусть он сутки у вас постоит, вылейте, промойте, налейте уже нормальной воды, которую вы хотите генерировать, генерируйте, пузырьки должны пойти. Далее, из-под видео про раздельное питание вот такое письмо. Уважаемый Юрий Андреевич, здравствуйте, из ваших лекций поняла, что белки, в скобках орехи в том числе, хотя там, конечно, и жиры, и углеводы, нельзя смешивать с сахарами. Подскажите, пожалуйста, вот, кстати, очень интересно, человек это понял, что нельзя смешивать. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать выпечку из яйца, сиропа топинамбура и кокосовой муки? Ну, вот смотрите, да, а сироп топинамбура хоть и сладкий на вкус, но все же не сахар? Спасибо за ваш труд. Нет, это сахар, просто это не синтетический сахар, а фенат белый там, который там прошел обработку хлоркой, чтобы он белым был, если вы не знали, кстати, и так далее, и это понятно, что совсем это неразумно потреблять, но, вот, например, сироп топинамбура, это фруктоза, концентрат природной, натуральной фруктозы, которая содержалась в клубни, корнеплоде топинамбуре, есть виноградный, это глюкоза, которая содержалась в винограде, но это концентрат сахар, конечно, тоже нельзя получается, ну, если вы, конечно, не хотите потреблять, смешивать, слушайте, у меня, ладно, это есть такой инфопродукт, платный, конечно, это номер 22, значит, там я подробнейшим образом пояснил, даже как таблицу себе составить, как быть вообще здоровым человеком, если эти условия правила соблюдать, ошибки вот эти все это, то есть, как расчеты делать, вот все, все это по сути пособие, для того, особенно у кого есть болезни, просто необходимые, как быть здоровым, и что нужно делать, чтобы его сохранить, и приумножить, ну, вот, ответил я на ваш вопрос, что, конечно, это несовместимые с точки зрения раздельного питания, и функционального питания продукты, орехи отдельно, не смешивая ни с чем, выпечки сами по себе вредны, ну, уж, если вы пекаете и хотите, ну, делайте, конечно, это не так вредно, но только не с точки зрения, что это не сахар, это сахар, и гликирование будет, а только с точки зрения, что это все-таки не синтетический сахар, и там нет тех химических обработок, которые, так сказать, вот не проходят на натуральных, вот том же сиропе тампинамбура, кстати, у нас он тоже есть, если уж вы хотите, то, по крайней мере, натуральный, даже с сиропами ягод разных, со вкусами, ну, то есть, не со вкусами, что это синтетические красители вкус, а именно с натуральными выжимками, концентратами из ягод, есть и такое, пожалуйста, это меньше изол, хотя не идеальный вариант, и лучше, конечно, без этого обойтись, не есть сироп топинамбура, вообще сладкое. Далее, мудрый человек, спасибо за видео, очень бы хотелось жить в вашем эко-поселении, это, видимо, из-под видео с другого моего канала, но я решил сюда, чтобы заодно рассказать про этот проект, и приносить пользу, только профессия, наверное, неподходящая, я экономист, с высшим образованием, более 18 лет, проработала в банке, это точно неподходящая, совершенно для жизни ненужная. Сильна в IT уровень продвинутого пользования, с каждым годом все тяжелее становится жить в городе, питаться из супермаркета, наша семья вегетарианцев. Да, безусловно, это проблема для здравомыслящих, осознанных людей, жить в городе, тут либо надо действительно много зарабатывать и покупать здоровую, более дорогую пищу, которую производят те, кто имеет свои принципы и имеет соответствующее производство, как мы, потому что у нас ведь есть и фрукты, и ягоды сезонные, так сказать, овощи и так далее, помимо того, что те концентраты в виде добавок, БАДов и много всего, что у нас есть, есть и вот это, овощи и фрукты, разумеется. Покупать тогда у нас или выращивать самим, переезжать на землю, все правильно, но там нужны точно другие специальности и, конечно, ну, вся наша жизнь учеба, мы, как говорится, учимся всю жизнь, ничего страшного, можно переучиться, мои видео на канале, вот, жизнь на земле помогают, например, очень, есть сильное видео, хорошее про теплицы, почему мульчируем почву сверху, но там, ведь тема глубже, как всегда у меня выходит, за пределы всего лишь раскрытой мною темы про мульчу в виде щепы сверху, почему мы засыпаем почву на грядках, и вот я советую смотреть мои эти видео соответствующие, так что вот ответил на ваш вопрос, теперь следующее, здравствуй, Юрий Андреевич, подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять грибы в пищу, ну, имеются в виду вот шампиньоны и прочее, в скобках, свои замороженные лисички, подберезовики, ну, пань, подосинки, во время приема фунгопрепаратов, фунготерапия наука, которая изучает лечебные свойства высших базидиальных грибов, и из грибов, таких как лисички, шитаки, веселка и прочие, рейши, там, путем лабораторных, так сказать, манипуляций, выжимаются определенные лечебные вещества, которые в виде концентрата, в капсулы, там, либо в порошке в виде саше-пакетов, расфасовываются, и используются для лечения тех или иных болезней, для укрепления иммунитета, и так далее, об этом у меня очень много видео, видео у меня есть, кстати, на канале, про каждый из грибов, начиная от шитаки до там каких-нибудь митаки, пожалуйста, посмотрите, я оставлю вам ссылку на плейлист по грибам, теперь, говорил во многих своих лекциях, скажу, повторюсь, что во время приема грибных препаратов нельзя есть грибы никакие в пище, кроме тех, которые вы в виде препаратов, вернее, вещества, вот концентраты, полисахарида, лечебные, в виде препаратов потребляете, если, скажем, вы принимаете в курсе шитаки, то шитаки фермерские, которые, конечно, никакого отношения к лечебным не имеют, те, что в магазине есть, можно, вот и все, но другие нельзя, потому что может сбиться от программы лечения из-за тех веществ, которые содержатся в других грибах, потому что нельзя же все подряд, там есть система, методики, нельзя ответ. Сейчас на химии, а, вот химиотерапию видим, пью санхлан, трометас, все правильно, трутовик, после химии хотелось бы обратиться за личной консультацией по дальнейшему приема фунгопрепаратов, а вот можно ли одновременно есть грибы в пище, информации не нашла, нет, нельзя. И вам я скажу так, и всем людям, у кого-то, не дай бог, но есть такая проблема, онкология, и у кого-то сейчас химиотерапия, кто-то сделал операцию, кому-то она предстоит, кто-то хочет обойтись без, или совместить, вот я сделал много уже видео исчерпывающих, совершенно полноценных про онкологию, посмотрите их, у меня, наверное, даже плейлист, по-моему, я не помню, в отдельную папку снесены эти видео, по-моему, есть, я тогда оставлю вам ссылки на эти видео, советую посмотреть следующее вам, в том числе, видео, общие принципы лечения онкологии, 7 причин рака, сахар и рак, значит, вот эти видео основополагающие, и безусловно, скорее всего, у вас будет дальнейший маркерный курс, то есть, веселка-шитаки, рейша и свеча веселка-шитаки, маркерный курс, который вообще против любых доброкачественных опухолей, онкологии, кроме случаев, когда надо подбирать индивидуально другие комбинации, это общий, что называется, курс сильный, такой, фунготерапии, это вот маркерный курс, так называемый, ссылку на этот маркерный курс, посмотреть, что туда входит, и как приобрести, я вам оставлю тоже под этим видео, ну и, конечно, посмотрите видео, но захотите на личную консультацию, ну, пожалуйста, под каждым видео, в принципе, ссылка, ну, вот, по единой ссылке, на страничку попадаете, там внизу обязательно есть ссылка индивидуальной консультации, идем далее, здравствуйте, Юрий Андреевич, у меня тоже в жизни есть эта большая тема, убеждение родственников, поменяв питание, и поняв, что до было в корне неправильно, из-за чего за жизнь мою накопилась куча болезней, от которых я, благодаря вашим советам, потихоньку избавляюсь, я, конечно же, пытаюсь донести до родных истину, ну, как и все люди, когда видят, тем более изменения, радостью этой, вот этой новой информации, хотят, это естественное желание, но, как правило, родственники или там друзья в штыке это воспринимают, потому что у них другое мировоззрение, но они говорят, мол, вот, появился интернет, и несут там разную чушь, что, что, мол, врачи, официальные СМИ, такие дураки, что говорят нам то или это, ну, что, по их мнению, правильно, из-за этого я стала отчужденной в семье, злой, отвечаю резко, на общие праздники желания ходить нет, потому что меня выворачивают, когда они сидят, пьют, ну, это абсолютно можно понять, едят все, убивающие их, практически все с лишним весом, кучей болезней, и сидят, мне говорят, вот, наслушалась, ентат интернет, а то, что у меня меняется организм в лучшую сторону, что, наоборот, отказавшись от многого, якобы традиционного, становится только лучше, они в это не верят, я уверен, что они даже ждут, когда у меня, наоборот, все станет сыпаться, вот, отказа от животного белка, и они будут ликовать, да, это сто процентов, вот так, сто процентов, и я так уже устал что-то доказывать, до слез, что они не понимают элементарных вещей, говорят эту тупую фразу, а что же тогда есть, а у меня такое видео есть, а что же тогда есть, ну, дайте им это видео мое посмотреть, и я объясняю про ваши продукты, добавки, они мне, у нас денег не хватит на все на это, ну, то есть, жизнь им недорога своя, понятно, они ценят жизнь свою меньше, чем деньги, хотя, слушайте, а сколько они на всякую гадость тратят денег, интересно, а вот если бы они не пили, не курили, сколько бы у них освободилось денег, вот просто даже вопрос такой в лоб, логичный, да, на нормальную пищу, которая даст им здоровье, я просто в шоке, так вы, блин, когда перестанете есть и покупать вредное, когда поменяется микрофлора, много потребностей отпадет, останутся те же деньги, вот, пишет, правильно, но на полезное, как у меня и получилось, вот, ведь я тоже пришла к этому, прошла эту трансформацию с этими тупыми, нелогичными, стадными убеждениями, а что же тогда есть, а как-то вставать с рассветом на пробежку, а как веселиться без алкоголя, а где брать деньги на полезное, фу, бесит, в общем, крик души, ну, естественно, осталась я одна в этом мире, мне 40 лет, живу в маленьком городке, все вокруг одержимы вредными привычками, от чего медленно себя убивают, ужас, и народ, и генетику, и будущих детей, и поэтому вырождаются, поэтому не рожают детей, и, слушайте, это, и находят в себе только какие-то отмазки, вот, чтобы лишь бы не менять свою жизнь, и считать себя правыми, это страшно, это я от себя уже говорю, продолжаю, никому я не нужна такая правильная, до слез, вам огромная благодарность, Юрий Андреевич, ваши продукты, без исключения, лучшие, на себе проверены, в ближайшее время жду очередную посылку с вкусняшками, да, благодарю вас за это письмо, ну, все верно, я разделяю ваш крик души, все прекрасно понимаю, и разумные люди, кто с этим, так или иначе, сталкивался, тоже все это прекрасно уже чувствовали на себе, и поймут, те, кто умеет понимать, ну, в общем, крепости духа желаю, вот мой этот сайт знакомств, наверное, вот в этом широком плане, конечно, поможет, конечно, поможет, вот таким людям, одиноким, в мире дурдома, происходящего вокруг, живут люди, конечно, неосознанно, в основном, это просто страшное дело, ладно, да, ну, а продукты наши, продукцию, глубже говоря, концентраты, витамины, вот натуральные, там, минеральные добавки и прочее, прочее, все вы можете приобрести на нашем сайте надгард.ру или продукт от Фролова, или, перейдя по ссылке, под этим видео будет на наш сайт. Отправляем мы наши товары, ваши заказы в любые города России и страны мира. Идем далее. Благодарю за труд, за время, пишу комментарии для распространения такой полезнейшей информации. Вы, человечащий, Юрий Андреевич, благодарю вас от всей души, зачитал этот комментарий, потому что, вот понимаете, любой комментарий, даже вот, ну любой, он продвигает видео. И, конечно, я очень благодарен всегда тем людям, которые пишут, в общем-то, для того, чтобы помочь в распространении видео и развитии канала. Благодарю. Далее письмо. Благодаря вам я похудел на 17 килограмм, но я работаю над собой, порой приходится смотреть и слушать несколько раз. Правда, сказать тяжело отходить от привычной жизни. На каждом шагу пирожковые, быстрого питания. Понимаете, в чем дело? Вы просто воспримите это как что-то совсем неестественное. И забудьте. Для меня, например, это вообще вот уже давно просто непонятно. И я... Не, я понимаю чисто теоретически, но, я же говорю, вкусы меняются, пристрастия меняются, привычки меняются. Они как плохие могут быть, так и хорошие. И все это становится постепенно естественным. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Очень доступно объясняете. Но когда начинаете предлагать свою продукцию или масла полезные и так далее, и у меня возникает такое мнение, чувство тут правильно надо было написать, что вы это все рекламируете точно, абсолютно, и чтобы все покупали у вас. Конечно. Ну, естественно, да, правильно. И что? Америку открыли? Или что? Это плохо? Потому, что это все надоело. Что пишет человек? Криво пишет, мысли формулирует. И кому верить? Не знаем. Страх и обида. Вы что, больные? Вы что, невменяемые? Что зря деньги выбросили? И никакого толку. Понимаете? Нет. Вообще не понимаю. Вы тут непонятное в конце написали. Сначала вы пишете, что благодарны, что я доступно все объясняю. А потом я рекламирую свою продукцию, и вас это бесит, потому что, значит, я что-то продаю. Сначала разберитесь в своих психологических проблемах. Почему я не имею права продавать, и почему я не имею права рекламировать то, что произвожу или производят мои товарищи и коллеги, то, что является полезным для здоровья, и может продлить жизнь, и качество жизни повысить человека и вылечить болезни. Почему я это не могу? Я просто обязан это продавать. И почему должен продавать кто-то, а не я? Я, то есть, должен рассказывать, что-то объяснять, что хорошо, что полезно, но сам это продавать, это полезное, хорошее, не могу. И возникает сразу о вашей невменяемости вопрос. То есть, если бы я все так понятно и хорошо объяснил, вы бы меня поблагодарили, или я тут сказал, ну, покупайте это, вот там есть такой сайт, где-то кто-то производит, вот хорошие продукты, то вы были бы благодарны еще больше, и тут у вас не было бы диссонанса какого-то извращенного, и вы бы мне не выражали претензии по поводу того, что я что-то продаю, но продавал бы кто-то другой. От этого бы суть изменилась, там может быть хороший продукт, а может плохой. Допустим, это был бы хороший. Тогда что? Вы бы покупали там, не у меня, и я был бы не такой плохой для вас, да? Ну, и завершаете вы вообще билибердой, даже написано не по-русски, но дело не в этом, что потому что все это надоело, что это все, что я рекламирую, или что вас обманывали много в жизни, или всякому верить, кому верить? Нет, подождите, давайте так, если я все объясняю понятно, наглядно, доходчиво, то вы что, не верите вот той информации, вот то, что вы осознали, осмыслили, что я помог вам это уяснить, тогда, наверное, надо в людях разбираться, и если вы поняли, то понятие другое, что я, наверное, тот человек, который, так сказать, помимо того, что я правильно говорю, и правильные продукты произвожу, к тому же, так сказать, в этом можно и, как многие люди другие, просто убедиться, верить, не знаем, страх, обида, на что? На меня обида? Да вы на себя обижайтесь, или на то, что у вас мерзавцы какие-то обманывали, как я понимаю, что мерзавцев много, и многих людей у нас в стране, очень многих обманывали, это ужасно, я сам против этого, и что дальше? Что деньги зря выбросили? Вы что, аналогии проводите? Даже в уголовном праве это недопустимо, проводить аналогии, а какое вы имеете моральное право меня оскорблять, что проводите аналогии, если вас кто-то там обманывал, вы меня тем самым называете обманщиком, понимаете? Тем самым. Вот я вам преподал ликбез логики, что такое логика, и что вы сотворили сейчас. Я просто поражен, как люди несут такую чушь, и насколько люди не умеют многие выражать правильно мысли, и мыслят, думают, выводы какие-то делают, вообще несут чушь, а логичную. Идем далее. Юрий Андреевич, здравствуйте. Вы стали мне напоминать еще одного интересного человека, Германа Стерлигова, но это, конечно, оригинально, только он более эмоциональный. Ну, я тоже бываю эмоциональный, просто вы, видимо, все видео мои не смотрели. На его житие, бытие не менее удивительное. Уверен, вы в курсе. Я не просто в курсе, когда-то я с ним даже приятельствовал в свое время. Детей его, когда они еще маленькие были, на триколе катал. Ну, сыновей всех там, дочь уже там, взрослые с ней не ездили. Такой вездеход шестиколесный был. И хозяйство к нему, и он ко мне ездил, и так далее. Ну, в общем, король, и хлеб я его, как бы, знаете, заранил зерно вот этого желания заниматься хлебом. Только он там на хмелевых заквасках, на моей не смог. Года полтора давали ему там несколько раз закваску, и так не получилось на своем. Ну, ладно. Но разошлись с ним причины, что он меня очень сильно обидел. Конечно, человеческое вот качество свое. У него есть хорошие качества человеческие, а есть, конечно, ужасные. Понятно, что он страшный религиозный фанатик, причем даже старобрядцев считают за еретиков. Но это, ладно, это вообще отдельная тема. И вот когда-то я очень с большой, так сказать, радостью к нему приехал. Там даже подарок, там растения кое-какие, гингобелоп, по-моему, привез, что когда он из-за границы там приехал, он там сбежал, что его хотели там посадить, или что там, под него кто-то копал. Ну, короче говоря, вот, а он мне тут сказанул такое, что, даже не хочу про это говорить, что я, конечно, очень сильно, ну, не то, что разочаровался, я не такой человек, что я не идиот, что буду воспринимать сразу плохо во всем человека, если он даже сделал что-то плохое или глупость какую-то сказал. То есть, у него есть много положительных черт. А есть, конечно, очень отрицательные. Но вот он не жадный человек, это хорошая черта. Он искренне верит и заблуждается в то, во что он верит, себя убедив, ну, и так далее. Много о нем мог бы чего сказать, но объективно, разумеется, как всегда. Ну, ладно, солидарен полностью с вами по вопросу рода, да и в остальном тоже. А он вот считает нас с вами за еретиков, страшных и врагов там человечества. Именно поэтому, что род там и что-то, что расходится с ортодоксальным христианством. В продолжении, можно сказать, есть способы выявления таких скрытых предателей, либерастов, лизоблюдов Запада. Запретить законодательно им выезд до заграницы с целью ПМЖ только для работы и узаконить исключительно моноэтнический брак. Это для русских в основном нужно. Сейчас я, вы тут люди разных, я понимаю, национальности смотрят мое видео. Совершенно не злитесь, нет здесь ничего националистического. Абсолютно. Ну, я уже пояснял много раз и сейчас поясню. И прекрасно понимаю, что человек совершенно не имеет в виду чего-то такого плохого. То есть я и нормальные все люди считают, что как раз все национальности должны сохраняться. Для этого нужно соблюдать чистоту, ну, исключения всегда могут быть, но чистоту, как говорится, крови своего, наследства, рода своего, ну, это же нормально. И тем самым сохранять свои народы ингушский, чеченский, бурятский, там и любой другой. Ибо именно белая раса традиционно подвержена, только не традиционно, но имеется в виду, что так вот уже тут не совсем слово традиция, да, повелось, что врагов у нас очень много, не людей таких, скажем, давайте так, транснациональных элит, ну, назовем это так, в кавычки слово элиты возьмем, воздействию маргинальным, греховным, бездрастным влиянием, в то время, как кавказские народы, мусульмане, хотя кавказские народы, не все мусульмане, разумеется, да, к примеру, как минимум, и так прекрасно с этим справляются. Ну, совершенно верно. Вот если бы, например, это говоря о том, что нет в наших словах никакого, в отрицательном смысле, слова национализма, вот если бы вымирал, допустим, какой-то народ, ну, скажем, ингушский, я бы первый сказал, что необходимо сохранять, необходимо ужесточить вот эти меры, вот то, о чем сейчас мы говорим, о русском народе, потому что он, хоть и самый покающий, многочисленный, но уже это идет совершенно в другую сторону, то есть вымирание страшное, потому что алкоголь, потому что другие влияния, так сказать, и люди себя просто убивают, как они живут, вот все, о чем мы описывали выше, люди говорили. Так вот, поэтому правильно, что для русских в основном нужно, именно русская белая раса вымирает и, так сказать, говоря шире, не только русский народ, разумно мы говорим о русском народе сейчас. Душу воротят, видеть, как русские девки и парни плодят какого-то угодно, ну, видимо, от кого угодно, или там китайцев, корейцев, негров, азиатов, только не своих русских. Это, конечно, предательство по отношению к своему роду, народу, это страшное предательство, это просто нет слов. Будущее нашего народа, правильно, кого рожают? Смесь бульдога с носорогом, ну, это так уж, пусть и грубо, но имеется в виду, что, так сказать, вот действительно, кого? Раньше таких вот-то людей даже называли определенным образом, да? Ну, ладно, им наплевать, что их дети беспородные, неопределенные, и любовь там, к сожалению, не первый стимул, конечно, а скорее прагматикой расчет, ну, бывает и такое, бывает разное. Любовь, это, в первую очередь, слабость. И это я, конечно, не согласен, это высочайшее чувство, и потом любовь, слово очень многогранно, потому что есть разные виды формы любви к родине, самый высший порядок, и любовь к природе, вот когда ты созерцаешь, у тебя душу щемит, умиление, так сказать, от каких-то вот котик, например, погладить, ведь вы же тоже любите котиков, но это другая любовь, правда, поэтому это такое очень глобальное понимание, и очень широкое, вот, но все же любовь, это как раз не слабость, это сила, и это прекрасно, но если только не путать это с пародией на любовь, и вообще, вот я понимаю, наверное, что вы и вкладываете в это понятие, ну, ладно, полюбить можно всех, но коли голова имеется у человека, то и рожать нужно только от своих русских, ну, русским людям, и не срамить многовековой чести предков, как можно за последние десятилетия не понять, что либерастия никогда до хорошего не доводила, от этого лишь медленно, но верно рушатся целые цивилизации, к сожалению, мало кто понимает, что свобода это не вседозволенность, и распоряжаться ею необходимо правильно, это ответственность, в том числе, в первую очередь, от себя добавлю, определенные и необходимые ограничения, и цензура обязательно для любой страны, и для любого народа, и с этим можно неплохо жить, и не ныть, как обиженные плаксы, нет, с этим просто необходимо жить, по-другому нельзя, ибо вот слабостями вот этими, и хитростями этими, которые и навязали, они нам воспользуются, те твари и паразиты, которые для того все это и культивируют в подсознании людей, вот, чтобы растлить их, и выродить, чтобы уничтожить наш народ, безусловно, ибо если продолжаю я этого не сделать, то в будущем потеряем идентичность, язык и страну, язык тоже отдельная тема, испанский стыд за молодежь, которая решительно замещает родные слова иностранным, агрессивно навязанным сленгом повсеместно, будто их воротит от родной исконной речи, а не видишь ли, неуютно чувствуют себя, немодно, вот знаете что, вот эти слова я даже на флаг бы повесил, надо вообще эти слова, вот эти последние, что стыд за молодежь, которая решительна, и вот до слов немодно, я вам, дорогие друзья, прям рекомендую подчеркнуть, выписать, скопировать, и пошлите действительно, или там говорите этими словами, вот, обращая внимание в разговорах с кем бы то ни было, вот на эти важнейшие темы, особенно с молодежью, потому что, действительно, устыдите их хоть в том, они не модны этим, а примитивны, противны, и, так сказать, врожденчески все это смотрится, это настолько мерзко, и Чехов еще говорил, что никогда не употребляйте иностранных слов, русский язык так богат, что нет таких слов и понятий, которые нельзя писать, объяснить на русском языке, лучше, чем на любом другом, понимаете? Это истина? Конечно, да. Этот момент также необходим законодательно урегулировать, абсолютно согласен, как и с названиями магазинов, от интернет до очных магазинов, все, блин, как будто это мы живем в другой стране, иностранщина, и правильно Сталин после НЭПа все это запретил, как преклонение перед Западом, ведь мерзко и противно, это до чего дойти, ведь преклоняясь перед другими, не ценишь и презираешь порой свое, мы дожили до этого, как раз либералы, что-то сделали с детьми и молодежью, что они свое просто презирают, им кажется это вот именно, что не модно и не возвышенно, и не, так сказать, современно и так далее, а это погонь сплошная с языков слетает, чужеродные словечки поганые, которые совершенно, так сказать, вообще не объясняют суть вещей, они просто констатируют некую модную, там, какую-то тенденцию, явление, или что бы то ни было еще, но только русский язык суть вещей показывает, и поэтому никогда не употребляйте иностранных слов, если, конечно, есть аналоги в русском языке, конечно. Понятно, что до абсурда доходить не будем, что компьютер это не русское слово, но мы его употребляем, потому что появился новый предмет, который в истории нашей страны и старых времен этого предмета не было, мы им пользуемся, и естественно мы будем говорить, называть это нормально, это органично входит в нашу жизнь, но не то, что специально, лишь бы русское слово не употреблять, вот употребляют, придумывают какие-то поганые сленговые словечки. Вот это самое мерзкое, это самое низкое. Ну и далее, и пусть не истерят некоторые индивиды от малого ума, что, мол, давайте все запретим и тому подобное, не нужно все запрещать, но только защищать то, что, вернее, от того, что либерально настроено, как я сказал, скрытые предатели еще не успели уничтожить, ну, наверное, вы имеете в виду, что все, не успели уничтожить, и мы можем вернуть это, как говорится, на круги своя, да, и это необходимо. Абсолютно, очень-очень важное письмо, я благодарю вас, надо эту информацию распространять, надо отдельное видео на эту тему, мне, конечно, тоже сделать. Теперь, для меня вы, Юрий Андреевич, следующее письмо, тоже самое лучшее, я смотрю вас с конца 13-го года, вы делаете огромный вклад в здоровье людей, благодаря вашим отрезвляющим лекциям, сознание людей, и пробуждаются люди, оздоравливаются, мужем ему 50, мне 44, а мы тоже никогда за границей не были, не собираемся Россию, дай бог, познать, посмотреть. Спасибо вам огромное, здоровья вам и близким. Да, конечно, ну, я про это много раз, да, благодарю вас и вам здоровья, и вот я много раз говорил, что это просто такая глупость, ездить по заграницам, куда-то там, тратить деньги еще там, кстати, тем более в наше-то время, когда, ну, смотря какая заграница, хотя вы знаете, вот, например, в Северную Корею, кстати, вот недавно объявили, открыли туры, то есть теперь русские люди, ну, россияне все, все россияне, граждане России, могут поехать, представляете, могут поехать все, вот это мне очень интересно, потому что, я вам скажу так, поверьте на слово, если вы просто это не осознаете, что то, что нам вся эта мерзота, либеральная, конечно, на каналах-то, на либеральных, на ютуб-каналах и прочих, вот гадости льют про Северную Корею, это на 99,9% все ложь, мерзкая и подлая, они очень боятся, что у нас просто будет другая жизнь, ну, такая, как при товарище Сталине, что они не смогут паразитировать и жить паразитами, делая свое дело, они ненавидят русский народ, они ненавидят нашу историю, прошлое, и они все делают, служа Западу, чтобы уничтожить нас и нашу страну, и они на этом получают свои дивиденды, у них большая степень ненависти такая, понимаете, от гнилого нутра, ну и плюс деньги, да, и вот действительно, куда-то и можно поехать, но вообще, по большому счету, конечно, не увидев свою страну, не побывав, так сказать, по всем, как говорится, городам и весям, ну, по крайней мере, основным, а на это, правда, много времени надо, значит, получается, что на смысл, нет, есть то, что в виде исключения, вот я говорю, как это действительно, не то, чтобы полюбоваться там на Лувр или еще что-то, это, конечно, прекрасно, а вы любовались на Эрмитаж, Русский музей и, так сказать, прочие все наши музеи, на Третьяковку, вы все там прошли, увидели, тогда какой нафиг Лувр, вы вообще, так сказать, патриоты, или вы, так сказать, обожатели, я говорю, Запада и ненавистник, что живете в этой поганой стране, то почему-то тут живете, вот, все только и думают, как бы приехать, только столько понаговорили всего, что приехать-то трудно, я бы их не пускал, ну, вот таким образом, идем далее, ну, да, сам когда-то в ней работал, писал кандидатскую по витаминам, была возможность, и пока писал, выяснялось, что многие очень витамины усваиваются организмом человека именно в связке, ну, со сложными органическими, я сам это говорю от себя, сейчас молекулами, веществами, причем не только с витаминами, но и с ферментами, да, связка одни с другими, вот поэтому, как я и говорю, витамины группы В, аминокислоты, многие там, витамин Е, А объединены, например, в таком уникальном, концентрированном, естественном продукте, как хлорелла, или, допустим, тем более спирулина, поэтому я рекомендую их принимать, но только биоорганические, не в лабораториях выращенных там, вот эти культуры, понимаете, совершенно другое дело, ссылку я вам на них оставлю, можете приобретать, качественные, лучшие, это действительно суперфуды, натуральные продукты, концентраты, вот там все находится в связке, ну то, что находится там, не все находится, но то, что находится в связке, да, с ферментами, без них вообще никак, как углубишься в изучение своего организма, волосы стоят дыбом от мысли, насколько мудро и прочно, в нем все устроено, абсолютно верно, и как человек глупо себя убивает, порой десятилетиями, как крепок наш организм, насколько он имеет огромные запасы жизненных сил, и как обидно, что человек порой так бездумно тратит, свой потенциал жизни впустую, и тем более на получение мнимых наслаждений, которые он называет удовольствиями, и настоящие, вот именно, чувства, радость, как, например, от созидательного труда, он не испытывает эти чувства, и развитие, саморазвитие, это не потакание своим вредным привычкам и пристрастиям, это к жизни, к счастью и к развитию не имеет отношения никакого, это имеет отношение к деградации, ну и последнее, что зависимость от кофе, пишет человек, неделю, две могу выдержать, ну а далее она возвращается, что делать, посмотреть мое видео, которое называется кофе, посмотрите это видео, подумайте, осмыслите, и элементарно измените свою жизнь, я когда-то лет 20 или 15 назад, не 17, пил кофе так, что уже 2-3-4 и так далее, чашки, я себе сказал, а что же происходит, я что, слезняк, тряпка, какая-то мерзость берет зависимость, надо мной, я сказал, больше с этой мига, с этого мгновения, никогда в моем организме, этот кофе, не будет, потому что, я человек сильный, я человек, а не тряпка, даже так, даже абстрагируясь от вредных последствий потребления кофе, таких компонентов, как акриламида, который содержится в кофе, жареных кофейных зернах, и в этом, так сказать, напитке, ну вот, абстрагируясь, даже просто, вот хотя бы гордость простая, человеческая, даже вот то чувство, что ты не тряпка, понимаете, вот должно быть путеводной нити, чтобы отказались, я с тех пор ни одной чашки, ни одного глотка кофе не выпил, и я даже не представляю, сейчас, вот опять-таки, и я даже, знаете, смеюсь над собой прежним, когда я хотел, и как наркоман пил это кофе, и понимаю, что, ну вот, что, насколько я был глуп и смешон, и хотел, почему, потому что это наркотическая зависимость, и у вас она есть, но так вот, будьте человеком, и нельзя, чтобы какая-то зависимость над вами, над личностью, господствовала, вот и все, пусть противно вам от самого себя станет, и вы моментально изменитесь, перестанете его пить, посмотрите мое видео, изначально и вам будет проще это сделать, этот шаг. на этом, пожалуй, на сегодня все, пожалуйста, ставьте палец вверх, вы обязательно поделитесь ссылкой на мое это видео, пошлите друзьям, знакомым, разместите в соцсетях где-то, не будьте равнодушны, чтобы просмотров у меня было больше, и был стимул у меня дальше это делать, это занимает сил у меня очень много, моих жизненных, вот эти видео, эти эмоции, понимаете, и я, конечно, вам очень буду благодарен, если вы напишите комментарии здесь, под этим видео, тем более, будет пища для новых видео, для новых сюжетов, всего вам хорошего, до новых встреч.